День отца День отца Многие скажут, что у них на это нет времени, нет желания сидеть в очередях и ходить из одной больницы в другую. Именно поэтому, чтобы сберечь ваше время и энергию, клиника Айва разработала особую программу проверки для мужчин. У нас разработаны разные программы проверки здоровья, но сразу хочу сказать, у всех этих программ есть одно общее. Они все строго индивидуальны. Врач разрабатывает для каждого пациента свою программу. В Айва клинике работают специалисты разных направлений. И действительно, наш приоритет – это подбор специалистов высокого класса. И поэтому человек, когда попадает в нашу клинику, ему не надо бегать по каким-то другим точкам, искать какого-то врача, направление или что-то. Он приходит и в течение одного-двух дней проходит обследование у высокого класса специалистов. Приобретение – не только сэкономленное время, но и индивидуальный подход к каждому. Посетить врачей и провести необходимое обследование можно будет в течение двух дней. Специалисты клиника Айва разработают для вас индивидуальную программу проверки здоровья, опираясь на данные анамнеза и на жалобы. Проверка необходима, даже если нет жалоб. На начальных стадиях заболевания протекают без особых симптомов. Однако организм может посылать сигналы в виде боли, усталости, нарушения сна. Все эти симптомы указывают, что ситуация может быть серьезной. Согласитесь, потратить всего лишь два дня в году, чтобы узнать, здоров ли ты, это немного. Как уже сказала доктор, любая проверка здоровья начинается с лабораторных исследований. Сдать анализы может любой человек без направления от доктора, выбрав наиболее удобный филиал центральной лаборатории. На сегодняшний день в Латвии расположено более 50 филиалов центральной лаборатории, в которых мужчины могут сдать специальный комплекс анализов, где обобщены самые важные показатели состояния здоровья. Если вы обнаружите отклонение от нормы в своем анализе, не откладывайте визит к врачу. Нужно подчеркнуть, что мужчинам необходимо сдавать и тест ПСА. Это очень важный анализ, который врачи рекомендуют сдавать раз в год всем мужчинам в возрасте от 40 лет. ПСА или простаты специфичный антиген – это гликопротеин, которого продуцируют эпителные клетки железы простаты. И лабораторно мы обычно определяем уровень свободного ПСА или общего ПСА. В сыворотке ПСА обычно характеризует функцию железы простаты. Если результат завышен, то есть больше, чем референтный интервал, обычно это означает, что нужно какие-то дополнительные исследования, чтобы понять именно, какие изменения уже произошли в самой железе простаты. Во многих странах мира ПСА-тест входит в государственную программу скрининга, что позволяет обнаружить рак предстательной железы уже на ранних стадиях. Рак простаты – одно из наиболее распространенных онкологических заболеваний у мужчин. Если говорить об урологическом здоровье мужчины, то нужно коснуться деликатного вопроса проблем сексуального расстройства. Одна из них – мужское бесплодие, которое исследует и лечит в Центре андрологии клиники ЭГВ. Протом, вириетам жаннāk ir пја арста, когда проблеми постав, Першая карта, мастер спеет линию узклаусить. Уже педа саруна, апмейрам, нотеет вирзиену, куда линию измеклить, и через кур пузы вирзить. Вторая карта, это диагностика. Шеет ислезается механизмами, но мазаха у лилаха. Вирица, как я уже сказал, мазаха проблемами, а эритил дисфункции, например, неауглипс проблемами, фертилитетиста, и шаурс проблемами, например, а эритил дисфункции, или слегка спермиаквалитати, месотором изиет клашаку лауку, например, ла новайтату вирзиству веселиму. Таше, веру, факти, что шобиди, что спермиаквалитати у архитилитетиста у рептилитетиста проблемами мазаха, а кисаки, неквалитатива. Треша, момент, месотором конкретно слема, которые нанортяты, и которые минус, Мы можем их ликвидировать. В четвертых, мы можем их обеспечить. Обеспечить, конечно, консервативные медикаменты, в виде хирургической веида. Если они обеспечивают, то они могут оперировать. Если они обеспечивают, то они могут оперировать. И если ситуация слишком критика, то они не уверены. То есть, что я обеспечу. И обеспечивают процедуры. Еще мы хотим поговорить о здоровье глаз мужчин. Сегодня, когда доступно так много методов восстановления зрения, мы призываем мужчин сходить на проверку и к окулисту. По мере старения человека стареет и его зрение. Однажды может понадобиться коррекция зрения. Однако это не означает, что придется носить очки или линзы. Сегодня, используя современные технологии, зрение можно вернуть за 15 минут. Очень важно до операции проверить и зрение пациента, и анатомические структуры. И очень важно проверить роговицу. Это очень важные параметры, чтобы определить, можно ли делать операцию. В нашей клинике мы используем лазерные устройства MEL-90 от CES. Это из новых технологий лазер, который намного быстрее. Он очень четкий и очень надежный. Сама процедура безболезненна, но есть небольшой дискомфорт во время операции. После операции уже можно через пару часов уходить из клиники. После операции уже зрение будет у вас хорошее. Первая проверка обязательна на следующий день. Потом мы делаем проверку через неделю, и потом есть пару проверок в течение следующего года после операции. Методики лазерной коррекции зрения позволяют избавиться от близорукости, дальнозоркости и астигматизма. Самое главное условие для проведения этой операции – стабильное зрение. Современные технологии позволяют решить старые проблемы быстро и безболезненно, всего лишь за несколько минут. В клинике Айва применяются только новейшие современные технологии для лечения проблем в области проктологии, например, для лечения геморроя, который у мужчин, по словам врачей, встречается чаще, чем у женщин. Сегодня в лечении геморроя применяются современные безболезненные методики, а после операции не нужно долго находиться в медицинском учреждении. Современные методики доступны и в клинике Айва. Для геморроя болезни характерны определенные жалобы. При первой стадии болезни пациенты обычно жалуются на кровенистые отделения, на регулярные кровенистые отделения из прямой кишки. При второй стадии они отмечают выпадение узлов наружу. При третьей стадии эти узлы не вправляются сами, надо помогать рукой. При четвертой они совсем не вправляются. И, исходя из жалоб пациента и наружного осмотра и орктоскопии, мы делаем вывод о методах лечения, которые возможны при определенной стадии. Потому что, конечно же, очень важно для каждой стадии болезни выбрать свое метод лечения. Потому что иногда делаем операции большие при первой стадии, что не совсем нужно или наоборот. Поэтому эффект и операция не является удовлетворительным. Сейчас мы стараемся делать малоинвазивные процедуры, такие как легирование внутренних узлов, такие как ТХД, холорар и в скором будущем лазерная операция. То, что геморрой не угрожает жизни человека, не стоит лечиться самостоятельно. За симптомами геморроя может скрываться рак прямой кишки. Если у пациентов, у человека впервые в жизни появляются патологические выделения, такие как слизь или кровь, или кровяные сгустки, или меняется стул, это может быть первым звонком. Потому что, к сожалению, симптомы похожие на симптомы геморрой болезни могут быть и при более серьезных заболеваниях, таких как рак прямой кишки и воспалительные процессы кишечника. Мы не хотим пугать вас возможными заболеваниями, а наоборот хотим подбодрить и побудить начать проверять свое здоровье раз в год. Ведь знать, что ты здоров намного приятнее, чем бояться и думать о страшных заболеваниях. Как упомянули врачи, в современном мире нет неизлечимых болезней, если они обнаружены на ранних стадиях. Будьте мужественными и смелыми, даже когда речь идет о вашем здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова